Всем привет! Сейчас я покажу, как я готовлю сырники. Рецепт очень легкий и вообще это прекрасный способ разнообразить завтрак. Начнем. Все ингредиенты, которые нам понадобятся, я подробно опишу под видео. Сейчас нам нужно будет смешать творог, яйцо, сахар и соль. Перемешали до однородной массы наш творог. И теперь я добавляю сюда приправу. Можно положить просто ванилин, корицу, но мне вот нравится эта приправа. Я довольно-таки часто ее использую в всех своих практически выпечках. Кладем немного буквально, чтобы придать вкус. Консистенция получается вот такая. Жижи не надо делать, то есть не нужно добавлять сметану, молоко. Я считаю, что это уже лишнее. Тут главное творог и яйцо, чтобы связать все ингредиенты. Так, сейчас сюда добавляем несколько ложек муки просеянной. И разрыхлитель, чтобы наши сырнички точно пропеклись. У меня здесь половина пачки, ну это одна чайная ложка. Вот. И главное, чтобы наши сырники пропеклись и стали пышными. То есть не были такими влажными блинчиками. То есть если, ну, перестраховаться, чтобы можно положить, поэтому разрыхлитель. Если боитесь, что будут такие-таки-то не очень красивые. Вот такое тесто у нас получилось. Сейчас мы будем из него формировать сырники и панировать их в муке. Формировать сырники проще простого. Просто берем ложечку массы нашей. Вот и все. И панируем в муке. Я предпочитаю сразу все налепить и потом уже выкладывать на сковородку, чтобы, ну, чтобы одни не перегорели, а другие не остались сырые. То есть чтобы все равномерно у нас готовилось. Поэтому я люблю вот выкладывать все сразу. Наши сырники сфорпированы. Мы будем их обжаривать на небольшом количестве масла. Вот буквально столько хватит. Вы можете использовать как подсолнечное, так и сливочное. Итак, с одной стороны мы обжариваем до золотистой корочки, потом переворачиваем и обжариваем также минут 5-10, но уже под крышкой. Они тем самым станут пышные и, ну, очень вкусные. И пропекутся точно-точно. Наши сырники готовы. Если вы хотите, чтобы ваши сырники были более плотные и держали форму, то, естественно, нужно добавлять немножко больше муки. Но не переборщите, иначе они будут каменные и невкусные. Всем спасибо за внимание. Приятного аппетита!